всем привет меня зовут вероника и мы с вами находимся на канале все узорах спицами сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такой красивый и эффектный узорчик узор очень красивый будет хорошо смотреться на детских вещах данные переплетения похожи на бабочек и очень красиво смотрится вязать его совсем не сложно справиться даже новичок так этот узорчик смотрится с лицевой стороны и вот такая у него изнанка здесь вот в основании я связала резиночку резиночка это один на один называется хлебный колос если вам понравилось я сверху оставлю ссылочку на подробный мастер-класс как она вяжется если вам понравился данный узор берем пряжу спицы и приступаем к вязанию вместе со мной раппорт данного узора составляет 10 петель в ширину 16 рядов в высоту для вязания поворотными рядами набрать еще надо плюс 5 петель для симметрии и 2 кромочные на спице набралось 17 петель 10 петель это петли узора 5 для симметрии и 2 кромочные за кадром я уже провязала резиночку резиночка как я повторюсь называется хлебный колос если вам понравилось я оставлю ссылочку в инфобоксе ниже после резиночки я провязала один ряд подготовительный изнаночными петлями приступаем к вязанию первого ряда кромочная первая петля на протяжении всего вязания снимается не провязывая далее вяжем 5 изнаночных петель следующие 5 петель нам надо снять на правую спицу не провязываем рабочая нить остается перед работой сильно не затягиваем но чтоб и не болталась далее из этих протяжек мы будем формировать наши бабочки далее вяжем 5 изнаночных петель последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной вот так вот у нас должно получиться второй ряд вяжем все петли изнаночными и те которые мы снимали не провязывая также вяжем изнаночными третий ряд вяжем также как и первый кромочную мы снимаем далее идут 5 изнаночных петель следующие 5 петель мы переснимаем на правую спицу рабочая нить остается перед работой далее 5 петель провязываем изнаночными и кромочная четвертый изнаночный ряд вяжем все петли изнаночными вяжем пятый ряд пятый ряд вяжется также как и первый кромочную петлю мы снимаем первую вяжем 5 изнаночных петель следующие 5 петель переснимаем на правую спицу не провязывая рабочая нить перед работой и далее опять изнаночных и кромочная последняя 6 изнаночный ряд вяжем все петли изнаночными 7 ряд вяжем также как и первую кромочную снимаем 5 изнаночных петель 5 петель снимаем не провязывая на правую спицу рабочая ниточка перед работой далее обратно 5 изнаночных и кромочная у вас должно получиться 4 вот таких вот длинных протяжки вот они вяжем восьмой ряд кромочную петлю первую мы снимаем далее 5 изнаночных петель из следующих 5 петель нам надо сделать в нашу бабочку вяжем 2 изнаночные петли далее подхватываем правой спицы 4 наши протяжки и одеваем на левую спицу вот так вот у нас должно получиться далее подхватываем 4 наших протяжки и одну петлю с левой спицы и провязываем это все изнаночной петлей далее 2 изнаночных мы сформировали нашу бабочку и далее 5 изнаночных последняя кромочная вот такая красивая бабочка у вас должна будет получиться далее нам надо сделать наши бабочки в шахматном порядке они будут идти здесь вот на 5 петлях и на этих 5 петлях кромочную петлю мы снимаем и далее 5 петель мы снимаем на правую спицу не провязывая рабочие нить перед работой следующие 5 петель провязываем изнаночными далее 5 петель мы снимаем не провязывая рабочая нить перед работой и кромочную вот такие у нас две протяжки должны получиться 10 изнаночный ряд вяжем все петли изнаночными 11 ряд вяжем так же как и 9 кромочную первую снимаем далее 5 петель снимаем на правую спицу не провязывая рабочая нить перед работой далее идут 5 изнаночных петель следующие 5 петель переснимаем также не провязывая ниточка перед работы рабочие и кромочную изнаночный 12 ряд вяжем все петли изнаночными 13 ряд вяжем так же как и 9 кромочную снимаем переснимаем 5 петель не провязывая на правую спицу далее следующих 5 петель вяжем изнаночными далее 5 петель переносим на правую спицу не провязывая последняя петля кромочная 14 ряд вяжем все петли изнаночными 15 ряд вяжем так же как и 9 кромочную первую снимаю дальше 5 петель переснимаем на правую спицу не провязывая рабочая ниточка перед работой следующие 5 петель провязываем изнаночными далее 5 петель переснимаем на правую спицу не провязывая и кромочная у нас получилось по 4 протяжки с каждой стороны следующем ряду будем наш формировать рисунок вяжем 16 ряд кромочную петлю мы снимаем далее вяжем 2 изнаночные поднимаем правой спицы 4 наших протяжки и переносим на левую спицу теперь протяжки и одна петля с левой спицы провязывается все вместе изнаночной петлей далее 2 изнаночных петли вяжем одну бабочку мы с вами сформировали далее идут 5 изнаночных петель и будем формировать и следующих 5 петель вторую нашу бабочку 2 петли мы вяжем изнаночными подхватываем правой спицы 4 наших протяжки и переносим их на левую спицу теперь 4 наших протяжки и плюс 1 петля с левой спицы провязываются все вместе изнаночной петлей далее вяжется 2 изнаночные и кромочная ну вот мы с вами связали 16 рядов высоту это составило 1 раппорт данного узора как мы видим наши вот рисуночек расположен в шахматном порядке теперь каждый самостоятельно повторяет на такую высоту которая ему необходимо повторяя с 1 по 16 ряд если провязать чуть больше получится вот такой красивый рисунок если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр всем пока пока пока